В Хакасии продолжается круглосуточный мониторинг ситуаций, связанных с прохождением паводка и пожароопасного сезона. Подтопление в республике не зарегистрировано, а вот обстановка с пожарами напряженная. С начала года уже зафиксировано 605 возгораний, включая 47 степных пожаров и 62 пала травы. Наиболее сложная обстановка в Усть-Абаканском и Ширинском районах – Цейногорске, Хабакане и Черногорске. Началась весенняя опашка территорий и обновление минерализированных полос. Что касается паводковой ситуации, то по прогнозам гидрометцентра максимальные уровни весеннего половодия ожидаются ниже критичных значений. В селе Первомайское появится новый дом культуры. Строительство запланировано на текущий год, закончить объект должны к 1 декабря. Новый дом культуры обойдется в 72 миллиона рублей. Крупная сумма контракта заинтересовала так называемых профессиональных жалобщиков из других регионов. Это отметили республиканские антимонопольщики. Однако ведомство провело внеплановую проверку, и все жалобы были признаны необоснованными. К слову, возведением здания займется красноярская фирма, а сам дом культуры расположится по улице Ленина в селе Первомайское. Послабление пандемии позволили небольшому музею в Таштыбском районе «Казачья усадьба» начать принимать посетителей и туристов из других регионов. Музей славится тем, что его работникам удалось восстановить быт и хозяйство прошлого века. Сама по себе изба небольшая. В ней много исторических экспонатов. Самые разнообразные реликвии принесли жители села, начиная от икон и заканчивая бытовой утварью прошлого века. Здесь можно увидеть самодельную прялку, старинный патефон с пластинками, казачьи вооружения, фотографии, старинные зеркала и мебель. Отдельное внимание заслуживает экспонат, который до сих пор в ходу у местных краеведов. Это чугунная увесистая вафельница. Республиканские власти заверяют, такие музеи необходимы. Сейчас здесь уже вовсю проводят практические занятия для школьников и удивляют заезжих туристов. Здравствуй, Республика! Новый день с тобой встречает утро Хакасии и мы, Андрей Кобзар и Ксения Вербер. И несмотря на то, что погода солнцем не радует, не нужно расстраиваться, ведь лето все равно не за горами. А в ожидании этого чудесного времени года смотрите нас и узнавайте нужную и интересную информацию. Так что не переключайтесь! По народному календарю 19 апреля это день Евтихого-Тихого до Ирема-Пролетного. У этих святых просят здоровья как и физического, так и душевного. А по наблюдениям к этому дню начинают свисти яблони. В народе их считают символом девичьей красоты и невинности. По традициям сегодня красят и обрабатывают от вредителей деревья, а также подпирают ветки, чтобы они не обломились под тяжестью будущего урожая. Обратите внимание на уток, ведь если они жирные, то весна будет холодная и долгая. А я про кряков еще одну примету знаю. Если они строят свои гнезда у самой воды, то лето будет сухое. А чем дальше от водоемов, тем дождливее. Говоря о погоде, республику вновь затянуло облаками. Солнце не порадует. Во всех районах будет идти дождь, а местами и ливень. Что сказать, настоящая весна. Средние температурные значения в светлое время суток плюс 12. А после захода солнца столбики термометров поползут вниз и опустятся до минус 4 градусов. Световой день растет и уже составляет 14 часов 17 минут. Ну а сейчас к подробностям. В Черногорске и Усть-Абакане с утра и до обеда синоптики прогнозируют дождь. Температура поднимется до 12 градусов с плюсом. Ночью похолодание до минус 3. Свежий западный ветер со средней скоростью 10 метров в секунду. В Сорске небо затянуто облаками. С утра возможен небольшой дождь. Средняя температура в светлое время суток плюс 8, а в сумерках похолодание до минус 5. Воздушная масса с запада с максимальными порывами до 20 метров в секунду. С утра Саиногорска-Бея затянуто облаками. В течение всего дня пасмурно и идет ливень. Средняя температура в светлое время суток плюс 15 градусов, а ночью синоптики прогнозируют снег и понижение градуса до минус 4. Слабые воздушные массы с юго-запада в среднем до 9 метров в секунду. В Белом Яре облачно с прояснениями. С утра до вечера дождь. Светлое время суток плюс 13, а в сумерках столбик термометра опустится до минус 2. Свежий западный ветер разгонится в среднем до 10 метров в секунду. В Аскизе облака будут гулять по горизонту целый день, но по прогнозам ливень будет идти только с утра и до обеда. Средняя температура в светлое время суток плюс 12, ночью температура опустится до минус 2. Свежий западный ветер с порывами до 21 метра в секунду. В Таштыпе и Абазе погодные условия схожи. С самого утра небо затянуто облаками, до обеда будет идти ливень, который сменится дождем и снегом. Днем плюс 11, в сумерках минус 6. Средняя скорость воздушных масс – 8 метров в секунду. В Шира в течение дня по небосходу гуляют небольшие облака. С утра и до обеда возможен слабый дождь. Температура при этом поднимется до плюс 5. Ночью градус понизится до минус 5. Сильный ветер, дующий с запада в среднем 11 метров в секунду. В Баграде малооблачно. С утра будет небольшой дождь, который закончится в середине дня. Воздушная масса разгонится до 8 метров в секунду. В Копьево хмурое начало дня тоже будет сопровождаться небольшими осадками. Днем средняя температура плюс 5, а в сумерках похолодание до минус 4. Западный ветер – 10 метров в секунду. В Абакане с утра облачно, с прояснениями. В течение дня будет идти ливень. Светлое время суток плюс 12. Ночью столбики термометров опустятся до минус 2. Свежий ветер с запада разгонится до 10 метров в секунду. Относительная влажность, низкое атмосферное давление. Сегодня 19 апреля и самое время искать подснежники. Ведь во многих странах мира отмечают день именно этого весеннего цветка. Причем везде его называют по-разному. Например, снежной каплей, а где-то и снежинкой, или колокольчиком. А в России так принято называть все цветы, которые начинают радовать нас с первым теплом. Это и сон трава, и ветреница, и прострел. Но стоит напомнить, что многие первоцветы находятся на грани исчезновения. И любоваться ими лучше на природе, а не в букете. Поговорим о других праздниках. Кстати, Ксюша, а ты любишь читать книги? Конечно. Только не электронные, а самые настоящие. Ну, тогда сегодняшний праздник тебе понравится. Ведь свой профессиональный день отмечают работники полиграфии. Люди, благодаря которым у нас есть все это разнообразие печатной продукции, книги, газеты, журналы, буклеты, ну и многое-многое другое. А еще этикетки на одежде или на других товарах. А к чему ты вспомнил об этих маленьких ярлычках? К тому, что сегодня день читателей этикеток. А зачем их читать? Вот он, мужской подход к покупкам. Бросил товар в корзину и пошел. А ведь на этикетках столько много важной информации. Я, конечно, поверю тебе на слово, но читать их не буду даже сегодня. А откуда ты тогда узнаешь информацию о товаре? Меня, если честно, информация о товарах мало волнует. Я предпочитаю натуральные продукты. Вот взять хотя бы чеснок. А это ты к чему? Ну, как к чему? Сегодня по шуточному календарю его день, между прочим. Хорошо, что ты с утра его не ел, то я бы с тобой еще сработать не смогла. Не ел, но подготовил пять фактов о чесноке, между прочим. Давай посмотрим. Чеснок – многолетнее травянистое растение. В ботанике он является родственником репчатого лука. У него съедобны не только корневища, но и листья и соцветия. Обыкновенный чеснок неотличим от дикорастущего лука, от которого он и произошел в ходе эволюционных процессов. Происходят растения из Средней Азии. Установлено, что впервые культивировать чеснок начали на территории Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. В зависимости от сорта, в его луковице может быть от двух до пятидесяти зубчиков, а стебли могут достигать полутора метра в высоту. В России зарегистрировано 26 различных сортов. Официально чеснок не включен в список лекарственных растений, но в народной медицине он применяется широко. Больше всего в мире чеснок употребляют в Китае, Корее и Италии. В этих странах в среднем на душу населения приходится около 10 поедаемых зубчиков чеснока ежедневно. Ученые обнаружили, что чеснок содержит антибиотики еще в 19 веке. Для кошек и собак он довольно токсичен, а потому и опасен. Растение упоминается в качестве средства от болезней и демонов еще в далекой древности. В 2009 году в Китае случилась эпидемия свиного гриппа, и из-за слухов о том, что чеснок помогает справиться с этой опасной болезнью, цены на него выросли в 40 раз. В зубчиках чеснока содержатся углеводы, белок, гликозиды, органические кислоты, фитонциды и эфирные масла, а также витамины С, ПП, В1, В2, В5, В6 и холид. И здесь же присутствуют ферменты и генеральные вещества – это калий, натрий, кальций, магний, фосфор, железо, цинсилен. Чеснок способен убивать болезнетворные вирусы, бактерии, микробы и грибки. В средние века чесноком пытались спасаться от чумы и холеры. При наружном применении чеснок ускоряет восстановление поврежденных тканей. Теперь бегло. Чеснок повышает сокращение сердечной мышцы, заставляя сердце работать эффективно и экономно. Он уменьшает воспаление слизистой оболочки дыхательных путей и разжижает мокроту. Предотвращает развитие многих видов раковых клеток. Чеснок стимулирует выработку пищеварительных ферментов, положительно воздействует на кишечник и способствует нормальному усвоению пищи. Чеснок обеспечивает нормальную работу желчного пузыря, чем препятствует сгущению желчи и образованию камней. Чеснок также активизирует деятельность мужских и женских половых желез. Ну давай же, пусть все пришлют мне свои СМС-коды. Трахти бедох! Ай! Вылезай-ка! Вылезать будешь? Если вы сами им не расскажете, никто не расскажет. Берегите ваши секретные данные от мошенников. Узнайте больше на финкульт.инфо Новая возможность на финансовом рынке. Теперь можно на одной платформе совершать сделки с разными участниками, не выходя из дома. Банковские вклады, облигации, паевые инвестиционные фонды доступны по всей России через телефон или компьютер ежедневно 24 часа. Как работает новая система? Представьте онлайн-платформу, где банки и другие финансовые организации предлагают свои продукты. И где любой из вас может оформить с ними договор, не посещая офис. Кто обеспечивает высокую надежность системы? Все финансовые платформы находятся под контролем Центрального банка. На сайте Банка России можно проверить, состоит ли платформа в реестре или нет. По закону платформа обеспечивает информационную безопасность всех полученных данных. Сведения о сделках хранятся в регистраторе финансовых транзакций. Выписка из РФТ служит официальным документом, подтверждающим факт сделки. Проверьте сами, как это работает. Зайдите на сайт-агрегатор, где можно сравнить ставки по вкладам в банках. Убедитесь, что сайт подключен к финансовой платформе. Там должен стоять логотип РФТ. Выберите продукт, пройдите идентификацию через Госуслуги, подтвердите условия договора, откройте вклад, получите уведомления от РФТ и отслеживайте сделки на портале Госуслуг. Теперь, где бы вы ни находились, вы сможете быстро и безопасно приобретать финансовые продукты. Узнайте больше о проекте Marketplace. Любите ли вы поэзию или ямпы и хорей для вас остались где-то далеко в школьной программе? А может быть, вы и сами пишете стихи? В любом случае, тема беседы с нашим следующим гостем не оставит вас равнодушными. У нас в студии педагог, организатор Республиканского центра дополнительного образования Виктория Ерофеева. Виктория Георгиевна, здравствуйте. Доброе утро, Ксения. Я слышала, что у вас недавно прошли два каких-то больших мероприятия. Что это было? Да, у нас прошло два больших мероприятия. Первое – это как раз конкурс «Строки опаленной войной», республиканский конкурс, в котором у нас приняло участие больше 350 человек. Да, и конкурс был перерочен как раз к 76-й годовщине Победы. Только из республики из нашей принимали участие дети или еще из других краев приехали? Да, только из республики полностью все школы, районы участвовали в конкурсе. Сначала у них были муниципальные этапы, а потом уже проходили у нас региональные. Какие известные произведения звучали? На самом деле было большое разнообразие стихов, но, я так скажу, в «Тройке» были у нас и «Варварство», и «Чулочки», которые очень любят почему-то читать дети, и про Мишку, и «Баллада матери». То есть все стихи, которые мы все когда-то читали, когда-то учили, дети также выбирали. Сколько победителей? В первом конкурсе у нас было 36 победителей как раз из 350 человек. А это вот в течение какого времени проходило вот этот вот конкурс? Конкурс проходил в течение месяца. В марте начался, в апреле закончился, как раз недавно, и мы подвели итоги этого конкурса. А еще был какой-то конкурс, правильно? Да, это уже немножко побольше конкурс по масштабности. Это был республиканский этап всероссийского конкурса художественного чтения «Живая классика 2021». Как раз это был юбилейный год этого конкурса, и там также принимали участие наши чтецы Республики Хакасия. Они куда-то выезжали, получается? Нет, сначала проходило, как и у всех, муниципальные этапы. Они сначала в школах читали стихи, потом у себя в районах читали, и потом уже также у нас в онлайн-этапе участвовали в конкурсе. И у нас выявилось три победителя, как раз таких вот самых лучших чтецах Акасии, которые совсем скоро поедут на Россию. А когда это будет? Уже в мае-июне начнется полуфинал и финал конкурса. Он будет в Международном детском центре «Артек», где ребята не только проведут финал и полуфинал, но также смогут активно провести время, потому что смена будет очень интересная. Интересно. А какие у вас будут еще в дальнейшем конкурсы, и как в них поучаствовать? Все конкурсы, которые у нас присутствуют, именно творческие, интересные, развивающие детей и молодежь, в принципе, их можно найти у нас на сайте РЦДО. В нашем центре на протяжении всего года проходят конкурсы, и сейчас у нас готовится большой фестиваль творчества «Я люблю тебя, Россия», в котором будут не только чтецы, а также певцы, музыканты, танцоры, декоративно-прикладное искусство и мода. То есть все номинации будут охвачены, дети уже принимают участие. Но мы до сих пор ждем желающих. Возможно, именно наши будущие победители еще не знают об этом конкурсе и хотят поучаствовать. Ну, там только дети могут участие принимать, или уже и более взрослые тоже? Вот именно в фестивале принимают участие дети и молодежь, то есть до 22 лет. Если человек хочет попасть на этот конкурс, прочитать стих со сцены, что ему для этого нужно сделать? Ему нужно подать заявку, ознакомиться с положением, которое находится у нас на сайте РЦДО, узнать о конкурсе, подать заявку, записать стихотворение в видеоформате, и потом уже самые лучшие стихи будут приглашены, самые лучшие чтецы будут приглашены к нам на галоконцерт, которые будут проходить в воинской части уже 29 апреля. Ну, возможно, даты какие-то будут изменяться, но об этом мы будем уже говорить чуть позже. Уже какие-то участники подавали заявку, отправляли видео? Да, на самом деле участников уже много. Огромное количество мы еще обрабатываем заявки. Тоже по всем номинациям сейчас готовятся члены жюри, которые будут оценивать работы участников. Какие цели у этих конкурсов? Целей очень много, но самое главное — это приобщение детей к классике, к литературе, к тому, чтобы они интересовались чтением, интересовались авторами, выбирали тех авторов, которые будут по душе именно им. Самое главное — это патрическое воспитание, потому что без этого никак. И именно через стихи, через поэзию и дети, и взрослые узнают нечто большее. Они встают на сторону автора, они понимают, как нужно себя вести, какая история была до этого. Ну и как вы думаете, Хакасия — это довольно поэтический регион или все-таки нет? У нас есть ли свои писатели, авторы? На самом деле, да. У нас есть и авторы, которые пишут стихи, и числа студентов, которые собираются в библиотеках, на конкурсах, чтецах, которые участвуют в открытых микрофонах. Это очень распространено. Но я думаю, что нам есть куда стремиться, потому что сейчас такое время, когда мы немножко уходим уже от автоматического заучивания стихов, которое было до этого, и сейчас мы с этим боремся, потому что сейчас самое главное — осмысленное чтение и осмысленное изучение стихов. То есть не просто выучить и рассказать на публику, понять, о чем идет речь, понять, что хотел отразить автор. Вот это самое главное. И только тогда будут все главные цели реализованы. И мы вот сейчас хотим, чтобы было именно так. Ну что ж, Виктория Георгиевна, спасибо большое, что заглянули к нам этим утром и поделились столь интересной информацией. До свидания. До свидания. А мы движемся дальше. Оставайтесь с нами. Овны. Не принимайте предложения о легких доходах. Закрепитесь на достигнутых позициях, занимаясь текущими делами. Тельцы. Сегодня не исключены резкие смены настроения, неожиданные перепады самочувствия. Поберегите себя. Близнецы. Судьба по-прежнему испытывает вас на прочность, а вы не поддавайтесь. Сил и терпения хватит надолго. Раки. Постарайтесь сохранить свои замыслы и планы в тайне. Козни недоброжелателей могут свести результат к нулю. Львы. Не следует посвящать в свои планы не совсем надежных людей, так как можете привлечь к себе внимание недоброжелателей. Девы. Один из самых благоприятных в коммерческом плане дней, когда возможна реализация всех идей, замыслов и начинаний. Весы. День желательно провести пассивно, созерцательно. Звезды благоприятствуют одиночеству и сосредоточению на духовных проблемах. Скорпионы. Всю энергию лучше направить на работу. Вас непременно ждет успех. Стрельцы. Сегодня должно произойти событие, которое окажется ярким и запоминающимся. Ничего не бойтесь, так как звезды благосклонны к вам. Козероги. Удачное расположение звезд сулит успех в коммерческих операциях. Возможна реализация всех идей, замыслов и начинаний. Водолеи. Во второй половине дня новые люди, вошедшие в вашу жизнь, подарят вам новые идеи и откроют глаза на иные возможности. Рыбы. Похвала и расположение начальства заставят вас искать необычные пути решения проблем. Нетрадиционный подход к делу. Ксюша, а что ты предпочитаешь на десерт? Фрукты, конечно, причем свежие. Тогда я думаю, тебе понравится следующее видео. На нем обезьянка аппетитно поедает ягоду. Какое милое! А я тут недавно еще одно забавное видео нашла. Давай посмотрим. Кажется, у него даже ушки от удовольствия загнулись. Ягоды-то, конечно, хорошо, но я предпочитаю готовить и есть по рецептам от Ирины Тапкасовой. Поэтому давай посмотрим, что же она приготовила нам сегодня. Всем привет! С вами Ирина Тапкасова. И, как всегда, быстрые и интересные рецепты. Сегодня мы с вами приготовим пельмени. Пельмени будут обыкновенные, рецепт будет необыкновенный. Для этого нам понадобится, ну, естественно, пельмени полуфабрикат, сметана, томатная паста. У меня вот здесь вот чуть-чуть осталось болгарского перца, помидорчик, морковка, лучок. Ну, зелень можно использовать, чесночок, если хотите, поострее. Сейчас мы с вами сделаем вначале такую вот зажарочку для пельменей. Интересно звучит, да? Так, режем лучок. Режем перчик. Маленькими кубиками. Вот эти у нас такие горочки. Горочка морковки. Так. Горочка морковочки. Еще чуть-чуть. Так. И горочка помидорчиков. Нам, наверное, даже томатная паста не понадобится, потому что у нас есть помидор. Но если у вас нету помидора, то берите томатную пасту. И я, знаете, еще для пикантности возьму одну чесночку. Вот так я ее сейчас раздавлю и порежу. Так, с этим вот ассортиментом продуктов мы идем к плитке. Наливаем растительное масло. И отправляем сюда вначале лучок. Когда хочется чем-то удивить, а у нас в наличии только пельмени и овощи, то можно удивить как раз таким блюдом. Лучок у нас до золотистого цвета схватывается. И мы отправляем туда морковочку. Теперь помидор, чтобы он у нас дал сок и вытушилась вся влага. Опять же говорю, у кого нет помидор, можно положить томатную пасту. Хорошо прям помидорка у нас отдает водичку. Так, теперь мы добавляем оставшиеся наши ингредиенты. Это болгарский перчик и чесночок. Еще тушим. И кладем 2 столовые ложечки сметаны. Но если сметаны нет, можно положить майонезер. Вот, красота умовская получается. Я всегда все-таки стараюсь выпарить всю влагу. Чтобы компоненты все с собой хорошо перемешались, влага выпарится, а мы потом все равно еще нальем. Сейчас я хочу добавить перчику, хочу добавить сольки. Прямо понимание того, что у нас будет бульончик, подливчик такой, то есть сольки, можно побольше. Вот видите, уже вода выкипела вся. И я добавляю холодную воду сюда по чуть-чуть, ввожу, так сказать. Вот в этот, скажем так, подлив. Добавляю еще водички. Ждем, когда закипит. Бульон для пельменей готов. И мы сейчас вот по одной вот так сюда пельмешки кидаем. Ждем, пока закипит. И на медленном огне будем тушить минут 10-15. Потом добавим лавровый листик за минутки 3 до конца, и можно будет кушать. Так, ну что, выкладываем наши пельмени в тарелочку. Конечно, вот в глубокую. Поливаем обязательно соусом. Вот в таком виде они у нас получились. Я бы сказала, что пельмени, приготовленные вот таким способом, чуть-чуть похоже на узбекское блюдо ханом. Попробуйте приготовить, чтобы сравнить. А я вам желаю хорошего дня, вкусных рецептов. Готовьте вместе с нами. В сети появилось видео, которое продержит вас в напряжении до самого конца. На речном канале стало уносить лед течением, и в это время на нем оказалась собака. Давайте посмотрим, что же было дальше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Ох, я так распереживалась. Какие же ребята молодцы, что смогли вытащить пёселя. Я тоже смотрел с забиранием сердца. А сейчас давайте немного расслабимся и посмотрим, что же интересного произошло у нас в республике. В Хакасии продолжается круглосуточный мониторинг ситуаций, связанных с прохождением паводка и пожароопасного сезона. Подтопление в республике не зарегистрировано, а вот обстановка с пожарами напряженная. С начала года уже зафиксировано 605 возгораний, включая 47 степных пожаров и 62 пала травы. Наиболее сложная обстановка в Усть-Абаканском и Ширинском районах в Цейногорске, Хабакане и Черногорске. Началась весенняя опашка территорий и обновление минерализированных полос. Что касается паводковой ситуации, то, по прогнозам гидрометцентра, максимальные уровни весеннего половодия ожидаются ниже критичных значений. В селе Первомайское появится новый дом культуры. Строительство запланировано на текущий год. Закончить объект должны к 1 декабря. Новый дом культуры обойдется в 72 миллиона рублей. Крупная сумма контракта заинтересовала так называемых профессиональных жалобщиков из других регионов. Это отметили республиканские антимонопольщики. Однако ведомство провело вне плановую проверку и все жалобы были признаны необоснованными. К слову, возведением здания займется красноярская фирма, а сам дом культуры расположится по улице Ленина в селе Первомайское. Послабление пандемии позволили небольшому музею в Таштыбском районе казачья усадьба начать принимать посетителей и туристов из других регионов. Музей славится тем, что его работникам удалось восстановить быт и хозяйство прошлого века. Сама по себе изба небольшая. В ней много исторических экспонатов. Самые разнообразные реликвии принесли жители села, начиная от икон и заканчивая бытовой утварью прошлого века. Здесь можно увидеть самодельную приалку, старинный патефон с пластинками, казачьи вооружения, фотографии, старинные зеркала и мебель. Отдельное внимание заслуживает экспонат, который до сих пор в ходу у местных краеведов. Это чугунная увесистая вафельница. Республиканские власти заверяют, такие музеи необходимы. Сейчас здесь уже вовсю проводят практически занятия для школьников и удивляют заезжих туристов. Перед обучением и развитием все равны. И особенные дети, и дети из неблагополучных семей, и дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Поэтому сегодня у нас в гостях руководитель проекта «Доступная наука» Рогозина Арина и руководитель клуба юных химиков Рожкован Ирина. Здравствуйте. Доброе утро, Ксения. Доброе утро. Расскажите немножко о проекте «Доступная наука». Проект «Доступная наука» направлен на детей, как вы уже сказали, инвалидов и из необеспеченных семей. Мы хотим показать, что в наше время наука доступна для всех. Есть понятие поколенческой науки, поколенческой теории. В рамках этой теории есть понимание, что мы сейчас рожаем и вырастает поколение, в котором будет очень много научных открытий. Поэтому это поколение очень интересуется наукой. Поэтому, во-первых, популярность растет узких наук и естественных. Ну, а все, что касается химии, я думаю, коронавирус прошлого года четко показал о том, что биохимия это направление будущего и война уже ведется между странами на этом поле, развитие, актуальность и открытие на этом поле актуальны. Поэтому мы придумали проект, связанный с тем, что наука становится доступной для тех слоев населения, к которым мы относим особенных ребятишек и ребятишек, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Но то, что важна наука, да, она важна. Она на сегодняшний день очень важна. А если говорить о доступности, то вот как это передается, в чем это выражается? Мы будем проводить, в смысле, бесплатные мастер-классы. Они будут проходить как в нашем клубе «Фарадей», так и с выездами в другие учреждения. Ну, например, вот куда собираетесь выезжать? На сегодняшний момент у нас уже в планах и то, что уже стоит в дате. Первое, мы едем в школу-интернат ребятишек со слабым слухом. Второе, мы едем в общество инвалидов «Аскиза». Это тоже будет уже через две недельки. К нам отдельно придут группы ребятишек, которые стоят на учете в опеке и попечительстве. Ну, и мы работаем со школами, потому что именно школы курируют ребятишек, оказавшись в сложной жизненной ситуации. Ну, вот, например, вы говорите, что первое, посетите детей с особенностями слуха. То есть им как-то будет презентация в картинном варианте предоставленном, ну, каком-то цветном, ярком. Или вот как это все будет происходить? Вообще, так как у нас проект продвигается химическим клубом, основной принцип химического клуба все через практику. Поэтому вообще все, что касается занятий, мы говорим о том, что они будут делать сами. Да? Показывать своим примером. Ага. Интересно. Вот, поэтому мы привезем им мастер-класс, мы им привезем и, соответственно, необходимые реактивы, необходимую посуду, и мы будем проводить им настоящий мастер-класс. Это будет сур-переводчиком, получается? Да. А, вот, все, тогда понятно. Ну, и что в этих мастер-классах вы говорите про реактивы, то есть какие-то химические реакции покажете? Или вот что? Ну, самый популярный мастер-класс это лизуны, слаймы. Дети их любят больше всего. И как бы они очень просты в изготовлении, детям интересно, так как они работают с определенными химическими инструментами. И работают непосредственно руками. К тому же блестки, все это тянущие, липучки, это детям всегда будет интересно. Понимаете, это игрушка, которую они заберут с собой, и все, что касается развития этого ребенка с особенностями на моторику, остается ему. Для какого возраста вы будете проводить мастер-классы? Дети от 5 до 15 лет. Ага. Ну, и вообще, вот если человек хочет вдруг к вам попасть, чтобы показывать точно так же и ездить с вами, это как-то возможно сделать? Вы знаете, в данном проекте, так как у нас силы ограничены возможностями сотрудниками клуба, да, первое, мы привлекаем волонтеров, и если есть волонтеры, которые хотят поучаствовать, мы, конечно, их берем. Второй момент, если к нам хотят попасть в виде участников, то нужно позвонить на рабочий телефон клуба и записаться. Почему? Потому что мы сейчас как раз формируем базу, и мы, конечно, понимаем, что тысяча мастер-классов, которые мы заложили в грант, но это далеко не, мы не покроем все, да, потребности нашей республики, причем у нас регион, это республика Хакасия, юг Красноярского края. Поэтому, конечно, нужно сейчас проявить инициативу и записаться. И еще, 24 апреля мы будем одним из организаторов проведения Библия-ночь на базе национальной республиканской библиотеки, которая находится на Чартыгашево. И с 6 до 8 вечера можно будет прийти всем желающим, в том числе ребятишкам с ограниченными возможностями. Это здание допускает посещение и колясочниками, и у нас будет помещение, где все можно будет очень комфортно разместить со всем ребятишкам. Поэтому приглашаем вас, но важно записаться. Для этого нужно позвонить по телефону 8-993-034-3311 24 апреля с 6 до 8. Я желаю вам всего хорошего, хорошего дня в первую очередь. И спасибо большое, что рассказали нам о таких интересных возможностях, которые могут открыться перед ребятами. До свидания. До свидания. Спасибо. А мы движемся дальше. Не переключайтесь, ведь впереди еще много всего интересного. Туэйтс или ледник судного дня в Антарктиде начал слишком быстро таять. Это представляет угрозу для человечества. Если ледохранилище площадью 192 тысячи квадратных километров растает полностью, то уровень мирового океана поднимется на 64 сантиметра. В результате пострадают огромные прибрежные территории. Они будут затоплены. Из-за этого неприятного факта туэйтс иногда называют ледником судного дня. Сейчас ученые пристально наблюдают за этой опасной ситуацией и продолжают исследование. Я надеюсь, что все обойдется и ледник не растает. Вот у нас в Абакане снега-то уже и не видно. Республику вновь затянуло облаками, погода солнцем не порадует. Во многих районах будет идти дождь, а местами и ливень. Днем плюс 12, а после захода солнца столбики термометров опустятся до минус 4 градусов. Световой день растет и уже составляет 14 часов и 17 минут. А сейчас разберем погоду более детально. В Черногорске и Усть-Абакане с утра и до обеда синоптики прогнозируют дождь. Температура поднимется до 12 градусов с плюсом. Ночью похолодание до минус 3. Свежий и западный ветер со средней скоростью 10 метров в секунду. В Сорске небо затянуто облаками. С утра возможен небольшой дождь. Средняя температура в светлое время суток плюс 8, а в сумерках похолодание до минус 5. Воздушные массы с запада с максимальными порывами до 20 метров в секунду. С утра Саиногорск и Бея затянуто облаками, в течение всего дня пасмурно и идет ливень. Средняя температура в светлое время суток плюс 15 градусов, а ночью синоптики прогнозируют снег и понижение градуса до минус 4. Слабые воздушные массы с юга-запада в среднем до 9 метров в секунду. В Белом Яре облачно с прояснениями. С утра до вечера дождь, в светлое время суток плюс 13, а в сумерках столбик термометра опустится до минус 2. Свежий западный ветер разгонится в среднем до 10 метров в секунду. В Аскизе облака будут гулять по горизонту целый день, но по прогнозам ливень будет идти только с утра и до обеда. Средняя температура в светлое время суток плюс 12, ночью температура опустится до минус 2. Свежий западный ветер с порывами до 21 метров в секунду. В Ташкипе и Абазе погодные условия схожи. С самого утра небо затянуто облаками, до обеда будет идти ливень, который сменится дождем и снегом. Днем плюс 11, в сумерках минус 6. Средняя скорость воздушных масс 8 метров в секунду. В Шира в течение дня по небосходу гуляют небольшие облака, с утра и до обеда возможен слабый дождь. Температура при этом поднимется до плюс 5, ночью градус понизится до минус 5. Сильный ветер, дующий с запада в среднем 11 метров в секунду. В Баграде малооблачно, с утра будет небольшой дождь, который закончится в середине дня. Воздушная масса разгонится до 8 метров в секунду. В Копьево хмурое начало дня тоже будет сопровождаться небольшими осадками. Днем средняя температура плюс 5, а в сумерках похолодание до минус 4. Западный ветер 10 метров в секунду. В Абакане с утра облачно, с прояснениями. В течение дня будет идти ливень. В светлое время суток плюс 12, ночью столбики термометров опустятся до минус 2. Свежий ветер с запада разгонится до 10 метров в секунду. Относительная влажность, низкое атмосферное давление. Ксюша, скажи, ты тоже заметила, как цены на продукты резко скакнули вверх? Конечно. Вчера захожу в магазин, смотрю арбуз, подхожу к нему, а он стоит свыше 1000 рублей. Ну, я постояла, глаза протерла, ну и яблок купила. Ну, это очевидно, ведь сейчас не сезон бахчевых. Ну да, понятно, но, например, молоко и яйца тоже подорожали. Я тебе вот что скажу, цены на продукты ни одной тебя огорчают. Давай посмотрим, что об этом думают жители Хакасии. С начала года цены в Хакасии подросли на 2,5%. Продукты питания подорожали на 3 с лишним процента. Непродовольственные товары увеличились в цене на 2,9%. Меньше всего пьет по карману стоимость услуг. За предыдущий месяц здесь роста не наблюдалось. Из продуктовой корзины с февраля подешевели больше всего помидоры, сметана и баранина. А вот овощной набор из белокочанной капусты и моркови теперь обходится дороже на 6%. Главный продукт пасхального стола куриные яйца упорно растут в цене. Еще плюс 4%. К слову, десяток отборных теперь сложно найти дешевле 90 рублей. Да яйца, во-первых, стали, как у курочки, золотые. Вот мы... Сказка сбылась наша. Нам нужно было... Теперь простых. И хлеб подорожал. И молочные продукты не взять. Потому что литр стоит по 80-85 рублей. Это очень дорого. Заменяем, конечно, берем подешевле, что... Вот косточек взяла, рагу, по 125 рублей. Ну вот, все равно хорошо бы живет. Масло подорожал. Зайдешь, одна цена, потом другая цена. Ну, как-то я не знаю. Ну, я стараюсь мелкие магазины рядом. Немного я одна живу, мне много не надо. Нам приходится магазины, которые дискаунтеры ходят. Хорошие продукты не позволишь, в том числе и сыр сейчас. А о чем мы ее попросим? Хочу знать пароли от всех мобильных банков. А как ты их запомнишь? А пусть они все будут одинаковые. Один, два, три, четыре. Хе-хе-хе. Есть! Тяни! Если вы сами им не расскажете, никто не расскажет. Берегите ваши секретные данные от мошенников. Узнайте больше на fincult.info Что такое кредитная история? Когда вы впервые берете кредит, становитесь созаемщиком или поручителем, начинается ваша кредитная история. В ней есть информация обо всех ваших кредитах и займах. Суммы, сроки и, главное, долги и задержки платежей, если такое случалось. Этот документ хранится в одном из бюро кредитных историй. И банки изучают его, когда решают, выдавать ли новый кредит и на каких условиях. Если предыдущие кредиты погашались с большими задержками, банк может отказать или повысить процент. Даже если вы аккуратный заемщик, стоит проверить свою кредитную историю. Так вы будете точно знать, не взяли ли мошенники кредит на ваше имя и нет ли в истории ошибок. Если записи верны, но кредитная история не вызывает доверия у банков, попробуйте ее улучшить. Возьмите небольшой кредит на короткий срок или оформите кредитную карту и аккуратно вносите платежи. Так со временем ваша кредитная история улучшится, и вы сможете взять кредит на большую сумму. Как получить свою кредитную историю и что делать, если в ней ошибка, читайте на fincult.info. В России проходит первый фестиваль патриотического рэпа. Региональный отбор закончился, 21 апреля будет второй отбор по федеральным округам. Среди прошедших первый отсев оказался наш коллега, мой соведущий, рэпер и просто приятный человек Андрей Ковзарь. Ну, Андрей, снова здравствуй. Снова привет, Ксюша. Расскажи нам немножко про фестиваль, как прошел отбор, что ты для этого делал? Ну, фестиваль проходит такой впервые в России. Отбор проходил региональный довольно просто, удаленно. Я скинул записанную песню под видеоряд смонтированный. И потом мне позвонили, сказали, что я прошел и нужно готовиться к поездке вот как раз на второй отсев в Новосибирск, куда съедутся со всей Сибири участники. Вот 21 числа там будет отбор, будет мероприятие в Доме народного творчества имени Заволокина. Правда, днем будет происходить. Не очень это привычно для рэпа, но, думаю, будет здорово. Ну, ты сам все сочинял, получается, и музыку делал, да? Естественно. Естественно, я все сочинял сам. Музыкой вдохновлялся именно культовыми песнями военных лет. Текст меня вдохновил, рассказ о нашем герое, нашем соотечественнике, жителе республики Хакасии, герои Советского Союза, летчики, штурмовики. Петр Акимович Рубанов его зовут. К сожалению, 4 года назад его не стало. Но человек выдающийся, герой Советского Союза, не дают просто так. Он призывался с Черногорским военкоматом и улетел на фронт на самолете, кукурузники, так называемые, У-2. Отсюда они полетели уже на фронт с Черногорска. Вот его именем названо «Школа номер 7» города Черногорска. На сочинение этой композиции и вообще в целом создание ее сколько у тебя ушло по времени? Ну, саму композицию я создавал недолго, я больше вынашивал идеи. То есть я прочитал рассказ, гуглил обо нем информацию. Информации просто море. Вот. И потом я сел, придумал, что песня будет разделена на три части. То есть первая, это как более воспоминания уже пожилого человека. Я взял на себя ответственность и вещаю от роли самого Петра Акимовича. Вот. Первое, это такие воспоминания уже пожилого человека о войне. Как обычно, внучата собираются вокруг деда. Дед, расскажи, как там было. Вот это примерно такие воспоминания. Второе, это уже флэшбэк из прошлого. Петр Акимович был участником освободительной операции Ленинграда. Вот. И там идут именно воспоминания боевых действий. То есть свои боевые вылеты, что он делал. И именно настрой именно наших летчиков, наших пехотинцев, танкистов. То есть они шли освобождать нашу родину, именно бить врага. Они не шли вырезать поголовье немцев. Нет, они шли возвращать свое. Вот именно про это вторая часть. И третье, это именно как послание потомкам, скажем так. Это именно уже слова, вот как сразу после войны, весна 45-го, вот именно те слова. Ты эту песню специально подготовил для конкурса? Или вот как это получилось? Да, это получилось так, что я ее специально написал для конкурса. Наши телезрители увидят ее 9 мая на нашем телеканале. Вот. Я думаю, это хорошая работа, и она должна получить внимание. Я думаю, это особенно будет приятно потомкам Петра Акимовича, потому что человек выдающийся, это знаковая личность для нашей республики, это почетный гражданин города Запорожья в Украине. В принципе, личность легендарная, таких мало людей, скажем так. Для чего ты это делаешь? Пишу музыку? Да. Ну смотри, Ксюша, я знаю, ты занимался археологией, ты любишь ходить в походы, ты же тоже для чего это делаешь? Это хобби. Хобби, это твоя душа, это часть тебя уже. Также я с 2008 года выступаю на сцене как рэп-исполнитель, пишу песни. Ну я не могу представить свою жизнь уже без этого. Ну хочется о чем-то сказать, я об этом пишу. Сможешь сейчас продемонстрировать какой-то кусочек, а полностью уже, я так понимаю, что 9 мая появится у нас? Естественно, полностью не покажу. Маленький кусочек. Но вот именно начало второй части, вот именно воспоминания о войне, именно как боевых действует, я могу, да. Мы рассекаем небесную гладь, выше нас только облака, рядом однополчан, несметно орать под нами, от птабов горит колонна врага. Для тех, кто не понимает, птабы это революционное оружие, на тот момент как раз таки Петр Акимович летал на штурмовике Ил-2, и птаб, это часть боекомплекта этого штурмовика. Маленькие бомбы, весом 1,5-2 килограмма, они грузились в большом количестве в бомбовые отсеки в этом штурмовике. И при боевом вылете штурмовик рассыпал эти бомбы и на площади 15-200-300 метров не оставалось ни единой души живой. Вот, собственно, именно, зачастую именно таким вооружением Петр Акимович убил очень много солдат и офицеров врага. Уничтожил дзоты, сжигал танки, уничтожил даже несколько катеров, складов с боеприпасами, поездов. В общем, если посмотреть, да, по Википедии даже по той же самой, список того, что в боевых вылетах сделал Петр Акимович, он огромен. И за... воевал он, если не ошибаюсь, на самолете он именно летал с 1942 года на фронте, и за это время он был сбит всего один раз. Они приземлились за линии фронта, они на лыжах прорывались к своим через минные поля. Ух ты! По Зайчьим тропам. То есть они видели, как зайцы уходят, то есть следят зайцев. И по этим тропам они, в общем, прошли через минное поле уже обессилевшие, вышли к своему, то есть к деревне, они услышали русскую речь, обессилели. Вот их подобрали уже наши солдаты, и они вернулись в строй. Ну что ж, Андрей, я желаю тебе удачи и замечательного выступления на этом конкурсе, чтобы ты... Спасибо. Я думаю, вы это все увидите, потому что регулярно из своей поездки я буду присылать видео для вас специально, чтобы и вы, и наши телезрители смогли почти в режиме онлайн следить за моей поездкой, моим участием в конкурсе. Ну это замечательно. Пока. Пока. Ну а мы на этом не прощаемся. В эфире «Гороскоп». Смотрим! Овны, не принимайте предложения о легких доходах, закрепитесь на достигнутых позициях, занимаясь текущими делами. Тельцы, сегодня не исключены резкие смены настроения, неожиданные перепады самочувствия. Поберегите себя. Близнецы, судьба по-прежнему испытывает вас на прочность, а вы не поддавайтесь. Сил и терпения хватит надолго. Раки, постарайтесь, сохранить свои замыслы и планы втайне. Козни недоброжелателей могут свести результат к нулю. Львы, не следует посвящать в свои планы не совсем надёжных людей, так как можете привлечь к себе внимание недоброжелателей. Девы, один из самых благоприятных в коммерческом плане дней, когда возможна реализация всех идей, замыслов и начинаний. Весы, день желательно провести пассивно, созерцательно, звёзды благоприятствуют одиночеству и сосредоточению на духовных проблемах. Скорпионы, всю энергию лучше направить на работу, вас непременно ждёт успех. Стрельцы, сегодня должно произойти событие, которое окажется ярким и запоминающимся. Ничего не бойтесь, так как звёзды благосклонны к вам. Козероги, удачное расположение звёзд сулит успех в коммерческих операциях, возможна реализация всех идей, замыслов и начинаний. Водолеи, во второй половине дня новые люди, вошедшую в вашу жизнь, подарят вам новые идеи и откроют глаза на иные возможности. Рыбы, похвала и расположение начальства заставят вас искать необычные пути решения проблем. Нетрадиционный подход к делу. Часы пробили ровно полночи, я снова стал телеведущим. Здравствуй, Ксюша. Привет, Андрей. А ты знала, что нашему городу нужен новый супергерой? У меня, кстати, кандидат уже один есть. И кто же он? Шаман, который управляет силами четырёх стихий? Нет, гораздо лучше. Смотри. Суперкот лежит на помощь. Мне кажется, это гениально. Андрей, а тебе не кажется, что у нас слишком много пушистиков на сегодня? Пушистиков много не бывает, я так считаю. А я считаю, что это как минимум дискриминация лысых котиков. Поэтому сегодня в рубрике по приколу у нас особые герои. Давайте посмотрим. Субтитры подогнал «Симон» 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 Вот и очередной час подошел к концу. Надеемся, вы хорошо провели время вместе с нами. Впереди рабочая неделя и самое главное – это хорошее начало дня. Не теряйте положительный настрой и не переключайтесь. Впереди вас ждет выпуск новостей. Субтитры подогнал «Симон»